Путь лежит морем. Конечная цель на побережье. Водопад жемчужный. Хотелось, конечно, сделать его таким сочным, объемным, таким живым, охлаждающим, какой он есть. Технику художница называет свободной. А такие поездки для нее то, ради чего стоит заниматься живописью. Очень здесь красиво и мы наедине с природой находимся. Для нас, художников, это очень важно попасть в эту атмосферу. В поездке приняли участие 10 художников. Они занимаются в студии у Владислава Несынова. Природа настолько в заповеднике Утриш оригинальная, интересная, что даже не хватает иногда мощи красок или мастерства у нас, чтобы передать вот этот воздух, близость Черного моря, вот этот шум водопада прекрасный. У большинства участников основное занятие не связано с изобразительным искусством. К ним присоединилась Наталья Платова. Она работает бухгалтером в заповеднике Утриш со дня его основания. Живописью увлекается с детства. Пленер в заповеднике Утриш – моя давняя мечта. Мечты сбываются. Главная идея – показать детям красоты местной природы не только на фотографиях, но и на картинах. Через искусство, космичность заповедника Утриш через живопись передается лучше, чем через фотографию. Потому что фотография дает много быта, много перечислений листочки-лепесточки, а живопись – она такая глобализм. Вода глобальная. Этюды, моменты, пойманные на натуре, доработают. Осенью художники также совместно с заповедником планируют организовать выставку, посвященную Году экологии. Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер!